Всем привет! С вами снова я, Лиза, и сегодня я снимаю для вас ролик про акне. Я боролась с этой проблемой года три, поэтому у меня есть чем с вами поделиться. Сегодня я вам расскажу всё до мелочей, чем я пользовалась, ходила я к драматологу или нет, косметологии и так далее. Поэтому приятного просмотра. Начнём с того, что обычно, когда у всех начинается переходный период, вот это вот прыщи полезли, все дела, у меня было вообще всё идеально. У меня была чистая кожа, и все меня спрашивали, Лиза, чем ты пользуешься, почему у тебя такая чистая кожа? Как? Объясни как. А я такая, не знаю. В общем, я просто пожимала плечами и такая, ну как-то само умываюсь и всё. В общем, я вот так ходила, радовалась, срадовалась, и, видимо, мне карма прилетела, что потом случился полный пипец. Лет так в 16 вроде я сходила к косметологу, и она со лба убрала мне просто все, выдавила прыщи. Вот. И вроде как потом всё улеглось, всё стало нормально. Проблема начала жёстко себя проявлять в прошлом году с переездом, с поступлением и вот этой всей чепухой. К началу я как-то не особо парилась, думала, ну ладно, само как-нибудь пройдёт. В общем, я занималась самолечением, лечилась-лечилась, и всё становилось только хуже. Я всё так же умывалками пользовалась, всякими болтушками, ну, салициловыми штуками, которые мне не помогали. И, как я уже сказала, становилось всё хуже. Ещё хочу сделать такую ремарочку. Прыщи у меня были не только на лице, но и на спине. На спине так вообще эта проблема была лет с 14. Вот. И я не знала, типа, что мне с ней делать, но как-то она меня и не особо беспокоила, потому что спину всегда можно закрыть. Вот. А на лице у меня всё хорошо было. Поэтому я, ну, ничего с этой проблемой не делала. Вот у меня была спина вся в прыщах. Конечно же, тут будут фотки, потому что это ужасно выглядело, чтобы вы понимали, насколько всё было плохо. Когда я, собственно, занялась лечением своего лица, я поняла, что, конечно же, и спиной тоже нужно заняться. Я эту спину и йодом мазала. И всякими, опять же таки, мазями. И просто, я не знаю, чем только, что я только не делала. Со спиной, с лицом. Вот. Ничего мне не помогало. Опять же таки, к косметологу я не стала ходить. Я посчитала, что это, ну, не нужно. Я думала, что это такая глубокая проблема, и внешним воздействием её не решить. По поводу питания я даже не думала, честно говоря, потому что у меня нет ни на что. Аллергии никогда не было. То есть, у меня организм ни на что не реагирует. Я ела всё. Просто всё, что я хотела. Вот шоколадки, я не знаю, жареное, мучное. Ну, то есть, вообще всё, молоко, которое, да, у многих влияет очень сильно на кожу. Я его могла, ну, употреблять в любых количествах. Но произошло просто, я не знаю, что-то непоправимое для меня. У человека, у которого просто никогда не было огромных проблем с акне. Случилось вот это. Для меня это было просто трагедией. Я думала, блин, это как я так себя запустила. Как я могла свою кожу настолько сильно изуродовать. Ну, в плане, не изуродовать, конечно, но так испортить, что она так ужасно выглядит. Конечно же, конечно же, я всё это замазывала консилером, тоналкой, чем только могла. Вот, не сильно это помогало, конечно. Конечно, но я всё равно пыталась это скрыть как-то. Потому что, ну, блин, это выглядело, правда, ужасно. По поводу спины я никогда не надевала с открытыми плечами, что-то такое открытое. То есть, то, что закрывало бы полностью спину и плечи. Чтобы вы понимали, прыщи пошли не только вот по спине, задней части, но они перешли сюда уже, больше на грудь. Вот. И, ну, блин, я просто понимала, что так не может больше продолжаться. Уже эта проблема, особенно со спиной, с 14 лет, это очень долго. И нужно что-то с этим делать. Я уболтала маму на дерматолога. Сразу скажу, что я пошла туда сразу с результатами анализов. Чтобы не терять время и по сто раз не ходить к нему туда-сюда-обратно. Пошла я туда по рекомендациям, не просто к первому попавшемуся. Скажу так, за четыре приёма мне вылечили все прыщи. В общем-то, первый приём, как у нас прошёл, он посмотрел все мои анализы. Понял, что дело не в гормонах. С гормонами у меня всё прекрасно. Вот. Значит, проблема где-то кроется, ну, снаружи. Посмотрел мою спину под лупой такой огромной. Вот. Определил мой тип кожи. Конечно, посмотрел кожу на лице тоже. Вот. И выписал... Сначала он мне выписал салициловый спирт. Протирать каждый день, ну, после душа кожу на спине. Плюс на лице мазать мазь. Азикстерм называется. Я не знаю, насколько вам хорошо будет видно, но вот так она выглядит. Вот. Азикстерм и крем Айсида. Азикстерм у него прям такое сильное воздействие на кожу. То есть он далеко не щадящий. Ты его намазываешь на прыщи, и как поймёшь, что он действует? То, что у тебя начинает щипать кожа тика. По поводу крема Айсида. Он убирает чисто постакне. Пигментные пятна. Вот это вот всё. Он тоже очень сильно помог. И Азикстерм тоже очень сильно помог. В спине становится не легче. Там всё так же есть прыщи. Там, ну, ничего не поменялось. И всё так же вылазят новые прыщи. Поэтому прихожу во второй раз. Кожа чуть лучше на лице стала, но не сильно. Я три приёма ходила каждый месяц. И четвёртый я уже пришла через два месяца. Вот. И четвёртый он был последний. То есть, в принципе, лечение у меня заняло где-то, ну, полгода. Во второй раз он снова посмотрел мою кожу, конечно же. И вынес вердикт. Добавил вместе с салициловым спиртом я ещё протирала кожу препаратом, который называется Митрагил. Плюс он добавил ещё витамин А. Я пила по 70 капель каждый день. То есть он жидкий, он маслянистый, но он безвкусный абсолютно как вода. Что, собственно, делал этот витамин А? Он сушил вот эти прыщи. Он сушил кожу изнутри. Плюс ещё мне запретили пользоваться мочалкой вообще строго-настрого. Потому что, во-первых, пока вот ночь прошла, да, после вчерашнего дня, как вы помылись, на мочалке собралась куча бактериев. Вот, плюс ещё к тому же, когда вы, блин, моетесь этой мочалкой, вы сдираете все свои прыщи, которые нельзя сдирать. Вот, и, собственно, появляются новые. Азекс Дерм и Айсиду всё так же оставили, и я ими всё так же пользовалась. В общем-то, третий приём. Всё равно я пришла с запросом, что со спиной у меня всё чертовски плохо. Ничего не помогает. Каждый день я протираю этим спиртом и метрогилом. Вообще ничего не меняется. Ну, как бы меняется. Они подсушиваются. Старые прыщи, они вроде как проходят, но тем не менее появляются новые. Уже на третьем приёме, короче, мне сказали пить препарат, который называется Сатрет. И этот препарат спас просто мою кожу. Правда, спас. Потому что мне ничего не помогало, и помог только Сатрет. Сатрет нереально сильно сушит кожу. Вот вы его пьёте каждый день. Нужно пить после последнего приёма пищи, после ужина. И он нереально сушит кожу. У вас сушатся губы просто на лице, вот тут всё шелушинки. Поэтому увлажнять нужно пипец просто как. Это на всякий случай я рассказываю, вдруг кто собирается покупать. Но лучше всего не покупайте без рекомендаций врача. Я просто рассказываю свой опыт, что мне помогло. И всё, в общем-то, как я и сказала, этот препарат просто спас меня. Правда спас, потому что теперь у меня чистая спина. Этот препарат последним, чем я пользовалась. Только он мне помог. Вот всё, что я пила, это витамин А, что-то внешние какие-то штучки, типа мази вот эти вот. Они, безусловно, помогли моему лицу. Очень помогли лицу. Но спина, там же более толстая кожа. И, понятное дело, нужно более сильное воздействие. Сатрет это просто это чудо. Правда? По поводу питания я не знаю. Я ела всё, что я хотела. Макдональдс, не Макдональдс. Фастфуд любой абсолютно. Ну, как бы это вообще никак не влияло на мой организм и на кожу. Конечно же, вам прежде чем лечить кожу и пойти к дерматологу, заранее нужно сдать анализы. Это вообще, это основа всего, всех ваших проблем. Это проблема внутри или снаружи, собственно. Сколько бы вы не ходили к косметологу, который выдавливает вам все прыщи, они всё равно будут появляться у вас, если проблема внутри. Поэтому сдайте анализы сначала, посмотрите, вот. И только потом принимайте решение по поводу лечения. Потому что вы будете ходить к косметологу, он будет решать проблему внешне, но всё равно будут появляться, короче, прыщи, и вы потратите кучу денег. Ну и, конечно же, приходите уже потом с этими анализами к дерматологу, и он назначит вам правильное лечение. Я очень надеюсь, что я вам помогла, и действительно, после этого видео вы найдёте для себя какое-то решение, и вам будет понятно, что делать с вашей кожей. Спасибо вам огромное за просмотр, я люблю вас без меры. Обязательно подписывайтесь на мой канал и на все мои социальные сети, которые, как всегда, будут указаны внизу в описании. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...